Ой, господи, какая ерунда. Почему? Да потому что никакой пользы от этого нет. Только сумятицу вводят. Нет, нет. Однозначно против я. Новая инициатива о переходе на зимнее и летнее время не на шутку взволновала красноярцев. Не все восприняли идею штыки, но большинство высказались против перевода часов. Это в летнее время для чего? Для нас, что ли? Для природы, по идее. Для природы? Конечно, а как же? Чтобы природа цвела, бухгалхала. А я, конечно, это не поддерживаю. Мне все равно. Я не работающий пенсионер, поэтому путаница. Сейчас получается в основном темное время суток. Больше темного, чем светлого. И нет экономии никакой. Не надо. Как живем, так и живем. А почему? Ну потому что уже привыкли к этому режим работы. Все. Переводить часы мы с вами перестали 8 лет назад по решению президента Дмитрия Медведева. После этого было несколько попыток возродить старый порядок временного исчисления. Но все они заканчивались на бумаге. Теперь депутаты Государственной Думы уверяют, специалисты Министерства промышленности и торговли подсчитали и нашли много экономических выгод в том, чтобы снова начать переводить часы. Мы тимуровцы! Тимуровцы! Стариков переводим! Им же самим трудно посреди ночи вставать! Да куда вы их переводите? Никуда! А на летнее время! Но уже не до шуток. Законопроект скоро будет обсуждать парламентарии и решать, стоит ли возвращать перевод стрелок часов. Депутат Госдумы и инициатор закона Андрей Барышев считает, что зря отменили старую практику. Переход на зимнее и летнее время полезен, особенно для экономики страны. Существовал час времени. Научное было серьезное, как сказать, сообщество, экспертное. И тогда доказали, что вот эти 200 часов святого времени, и сейчас эксперты это подтверждают, дополнительно люди получают и экономические еще аргументы. Сегодня мы десятки миллиардов дополнительно тратим за то, что, ну, как сказать, и как потребители мы включаем свет, когда, в общем-то, ну, собственно говоря, могли бы этого не делать. Однако есть и вторая сторона медали. Злую шутку переход может сыграть с пенсионерами и детьми. Для них новый порядок наиболее опасен. Врачи и психологи утверждают, если пользы от нововведения простые горожане почувствуют мало, то вред будет ощутим гораздо больше. Ведь вместе со стрелками мы переводим и наши биологические часы, которые не так-то просто настроить. Для того, чтобы приспособиться к рамкам временным, заданным обществом, социумом, каждому нужно адаптироваться к этому. И для этого нужно определенное время. В стране не только достаточно взрослые, волевые люди, но есть дети, есть пожилые люди, которым приходится к изменению погодных явлений приспосабливаться. Но это естественные вещи, природные. А смена временных рамок – это искусственное созданное влияние на человека. Будем ли мы переводить стрелки часов, скоро решат депутаты Госдумы. Первое чтение пройдет уже в ближайшие месяцы. Отмечу ранее, инициативу уже одобрили в Общественной палате России. Антон Шевчук, Андрей Ткачук, Афон ТВ Новости.